Итак, у кого есть вопросы, задавайте. У меня вопросы, сам Даша, расскажи про темную ночь души. И еще... Стоп, стоп. И еще про вот эту тонкую пленку, которую ты рассказывал когда-то, это я не совсем поняла давно. Как быть пленка? Полье. 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 Лея? Лея. 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 Где? Ну... Бетвинь нас и реалити. Которую надо преоболеть. Прыгнута. Прыгнута. Which we jump, should jump through this layer? This darkness of the layers. Это темнота этих пластов. Каждый имеет свет. Потому что с помощью этого света ты можешь видеть, слышать, говорить. Это не то, что ты видишь глазами. Это не то, что ты слышишь ушами. Это не то, что ты произносишь через рот. Это внутренний свет. Когда свет идет изо рта, из ушей, то это выходит свет. Когда свет идет из глаз, вы видите. Свет это как существование. Это существование как свет. И каждый умеет так. Как только этот свет заканчивается, ваше тело заканчивается, умирает. И этот свет уходит из вашего тела. Это значит, что ваша душа уходит из вашего тела. Глаза не видят, уши не слышат. Рот не может говорить. Тело не может двигаться. Это не от тела, это от цвета. Душа имеет свет, как солнце. Без солнца ничто не живет. Ничто не может двигаться. Как только внутренний свет заканчивается, тело умирает. Но мы связаны с темнотой, с неосознанностью. Когда вы неосознанно работаете, неосознанность без сознательного. Когда вы существуете, что бы вы не делали, вы делаете свет свой больше и больше. Когда вы не присутствуете, когда вы его умеете, прошедшись в прошлом или в будущем, то идет темнота. Это так, как будто в любое время у вас нет. Не радость, ничего. А когда у вас есть свет, куда бы вы ни посмотрели, вы радуетесь всем, всему наснаждаетесь всем. Но когда свет уходит, приходит темнота. как ты начинаешь выходить, эта энергия становится темной, темная она становится темной. И на твоем свету вы создете темноты, более линии, более линии, более линии, более линии. Чем меньше свет, тем темноты, тем больше, и больше, с хвостами прям накладывается. Иногда это как облака. часто белые облака, иногда темные облака. Солнце есть оно, но приходят, надвигаются облака. И такое ощущение, как будто нет солнца, наступает тьма. Так же и происходит у вас внутри. И темнота, это как бы закрывает этот свет, это солнце ваше внутреннее. Чем меньше света, тем больше темноты, мусора, грязи. И вот когда очень много темноты, вы проживаете жизнь, и жизнь в жизни, и все время в темноте. Как только вы закрываете глаза темною, вы не видите свет. Свет есть, но этот свет очень далеко. Это процесс внутреннего путешествия. Искать этот свет. Чем больше вы смотрите и ищете, тем больше вы подвигаетесь, продвигаетесь к свету. И не нужно очищаться. Как только вы очищаетесь, приходит новое. Вы очиститесь, и все время все равно наступает просветление. Всего час медитируете, но остальные двадцать часов вы находитесь в неосознанном состоянии. Вот здесь вы почистились, а здесь не почистили. Карма, санскара. Это все, эти явления происходят именно в отношениях с родственниками. Кажется, что отношения прекрасны, приносят наслаждение и радость, но в то же время... Чем меньше отношения, тем больше света. С кем бы вы не имели отношения, это делает вас печальным, грустным. Когда приходит печаль, вы ничего не видите. Печаль всего из-за родителей, матери, жены, мужа. Вы верьтесь вокруг этих вещей, связанных со своими связями. Вон, допустим, если вы сидите в ресторане и видите чужого человека, незнакомого. Ведь вы же не испытываете печали и грусти в отношении него. Все происходит из-за связи, из-за взаимоотношений. Потому что он был мастер против отношений. Ничего другое не мешает. Это очень сложно для ума жить без отношений. Когда ваши отношения заканчиваются и становятся все меньше и меньше, ум вас покидает. Когда вы один, вам нужно немного в этой жизни. Но как только появляется жена, вам нужен дом. Нужно приносить еду, мебель. Дом существует только, когда есть жена. Без жены нет дома. Без мужа нет дома. Вы можете спать где угодно, куда угодно пойти. Я могу жить где угодно, платить аренду и свободно жить где хочу. И не задумываться ни о чем. А когда у вас кто-то есть, вы думаете о том, об этом. Вечно вас он занят. Одному человеку в одиночестве много не нужно. Но как только останутся у вас двое, вы постепенно становитесь у вас трое, четверо и больше. И начинается работа. Вот сейчас я вам расскажу один рассказ. Когда-то я об этом рассказывала. Был один мастер. Он стал старым. И он собирался покинуть тело. У него был ученик, который ухаживал за него. Этот ученик с детства ухаживал за него. Заботился о мастере и об ашраме. Вот он говорит, ты собираешься уходить, что ты мне скажешь напоследок? Скажи, что я должен делать. Да, ты вот очень долго в ашраме, все знаешь, как жить в ашраме, как медитировать. Но только не заводи кота. Не держи кота. Другие люди тоже слышали. Всем было смешно. Почему? Кошка. Хорошо. Мастер ушел, окинул тело. Прошло несколько месяцев. Этот ашрам находился вдалеке от города. Однажды кошка родила котят в деревне. И этих котят начали разбрасывать, подкидывать в разные места. И вот он одного котенка притошил в ашрам. Те, кто принес кота, они попросили ухаживать за ним. И котенок остался в этом ашраме. Он не хочет. Он не хочет. Они не хочет. Все остались. Теперь, когда котенок остался в этом ашраме, он не хочет молоко. Он не знает, как дать молоко. Каждый день приходили люди, чтобы послушать его. Была медитация. А где же мы взять молоко для этого котенка? А ему подсказывали, как кормить котенка. Он сказал, что это слишком много. Я был очень хорошо. И теперь появилась большая проблема. Появился котенок, появилась большая проблема. Надо его кормить, смотреть, где он, что происходит. Он тратил на этого котенка довольно-таки много сил, энергии. Он хотел его кому-нибудь отдать, но никто не хочет этого котенка. Ему говорят, ты же один, ты же мастер, возьми твоего котенка. Ему подсказали, что какая-то женщина живет в деревне, и у нее есть корова. Мы сказали, что она может прийти и питать коту. И может, убить твою дом. Мы скажем этой женщине, чтобы она приходила и приносила котенку молоко и убирала в твоем доме ашрама. Эта женщина приходила каждый день. Она жила очень далеко, в часе ходьбы от этого ашрама. И через несколько дней она сказала, что она устала туда-сюда ходить. Мне, говорит, очень трудно. Вот в твоем ашраме пусто, да, мне одну комнату, и я там буду жить. Я буду выполнять всякую работу в ашраме. Он сказал, хорошо, живи там. Затем ему посоветовали купить корову. Говорит, тебе же нужно молоко для котенка, для тебя. Заведи корову. А женщина будет ухаживать за коровой тоже. Он будет ее доить, будет готовить. Он согласился с этим. И он купил корову. И вот женщина. в этом доме. А этот ученик был молодой. И у них начались отношения. Какие-то чувства у них появились. Если она ему не нравилась, то сейчас она стала ему нравиться. Затем они влюбились друг в друга. И вот она живет в ашраме, заботится обо всем. Все делает по ашраму, по дому. И вот в них наступает любовь. И тогда она говорит ему, что они должны пожениться, потому что начнутся сплетни в деревне. Нужно обязательно жениться. Затем они поженились. После женения, через год появился ребенок. Через два года еще один ребенок. Через четыре года еще. И вот у него три ребенка. Вот у него три ребенка, жена. И ученики, которые приходили из деревни, они говорят, где-то он такой же, как и мой. Теперь он уже не мастер. У них ушли. И больше никто не захотел приходить. Муж не захотел приходить в ашрам. Теперь он задумался о том, что нужно зарабатывать деньги. Ведь у него ж семья. Еще и корова. И теперь он вынужден был пойти работать. Зарабатывать деньги, чтобы покупать еду. И так постепенно. Двадцать лет прошло. И он абсолютно забыл про медитацию. Ашрам стал как дом. Обычный дом. Ашрама нет уже. Это был чей дом для семьи. Двадцать лет прошло. Когда-то он медитировал, когда был с мастером. И вот в течение двадцати лет у него нет времени на медитацию. Он думал только о том, как заработать, как прокормить семью. Жена просит то, другое. Двадцать лет прошло. Он так устал. И как-то он сидел в таком плохом настроении. Он подошел к картине мастера. Скажи мне, мастер. Я уже все, заканчиваю смех. И так устал. Вот ему уже сорок пять лет. Он просил мастера, сделай что-то, сделай что-то. Он стал молиться. Помоги мне. Помоги мне. Где же ты? Он был в депрессии, в печали, в грусти. Глядя на портрет мастера, он молился. И ему показалось, как будто мастер ухмыляется. Я ведь тебе говорил, не заводи кота. И только тогда этот ученик понял, да, ведь он же мне об этом говорил. Он сказал, а теперь я понял, почему ты мне сказал, не заводи кота. С этим котом пришло все остальное. Поэтому я ему говорю, первый шаг это будьте осознанными. Зачем-то одним приходит много других вещей. Вы создаёте отношения. Как вы создали отношения, приходит всё остальное. Я говорю, заводите отношения, будьте в отношении, но сохраняйте своё пространство. Никогда не привязывайтесь. Если вы не привязаны к вашей родственнике, мужу, жену, если вы привязаны, старайтесь разрушить, разорвать отношения привязанности. Если вы не хотите быть привязаны, значит вы не допустите, чтобы кто-то к вам привязывался. Но если вы привязаны, то и другие к вам привязаны, вы как бы связаны. Разрушайте все отношения привязанности. Есть один такой сериал Радха Кришна. Там Кришна молодой, 20-25 лет. У него очень много любви. Радха постепенно влюбляется. Радха тоже просветленная. Слыш%. Так прекрас, как и жен, fit世. Теперь мужчина改аетẫn In quicknessarbитры тоже. Вokee любви. Об европейцы все- под抓ито. Слышlä все-пвигает, а universe по армии какlike. Мел Med capacity без谁. Радха�водит. Блокам кематρα, в hilft, вrust, он высоко заб�ается. И вот у Рады возникает разное чувство, отневность, переходит в хорошее чувство, в любовь, и вот у Рады возникает привязанность. И вот Радха влюблена в него. И вот 24 часа в сутки у Узи Кришны. И она хочет, чтобы он был 24 часа в сутки рядом, никуда не уходил. Когда он сказал, Радха, не привязывайся. Любовь это непривязанность. Любовь это отдавание. Это не значит хотеть получать. Она была очень расстроена. Он меня не любит. Кришна понимал, что если он позволит ей, то там будет больше и больше привязанности, всяких других чувств. Но нужно разбититься эту привязанность. Тогда будет любовь. Любовь, когда ты с кем-то, она при этом не привязана. Очень сложно быть в отношениях и при этом быть непривязанным. Вот я вам даю возможность сидеть, медитаться и наблюдать. за вашим пониманием. И вы можете наблюдать эту привязанность, которая существует у вас. Нет привязанности, как будто ничего нет. Мы не должны отдавать энергию, вкладывать энергию в другого. Вкладывать энергию в родителей, мужа, жену. Ваша энергия уходит туда. А когда вы с ней привязаны, ваша энергия остается у вас внутри. Они все сидят на вашей груди. Время внутреннего путешествия, говорила Будда, приходит время, когда ваш отец и мать стоят перед вами. И он говорил, матра, петра, 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 петра. Петра, 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 петра. Он говорил, убей мать и отца. Это самое последнее повреждение. Матра – самая большая привязанность, а так матеря. Такое ощущение, как будто вы связаны. Когда вы освободитесь от матери, вы освободите оси, вы становитесь свободным. Как только вы остаетесь один, уходит темнота, сгорает темнота. И вы станете более светлым светом, больше уходите в свет. Конечно, очень сложно быть одному. Заведите кого-то, но не будьте привязаны к этому человеку. Понимайте, что самая тяжелая болезнь – это привязанность. Потому что появляется жадность, злость, гнев, ревность, агрессия. Все из-за привязанности. Как возникает привязанность? Когда мы встречаемся с кем-то, в одном доме, в одной комнате, даже как друзья. Допустим, две девушки, два парня встречаются как друзья. Но даже в отношении вашего друга возникают какие-то ожидания. Это происходит очень быстро. Через пару дней возникают эти ожидания. Почему он сделал так? Почему он сделал это? Начинаются отношения. Вы уже не свободны. Все, ваша свобода закончилась. Вы в отношениях. Очень близко друг к другу. Затем этот друг становится вашим родственником. А у него тоже есть родственники, муж, жена. Но, тем не менее, у вас каждый день какие-то ожидания. Ожидание от матери, например, вы ждете того иного. Ты моя мама, ты мой отец, вы должны для меня делать то-то-то. Вы должны заботиться обо мне. И все связаны друг с другом. Никто не свободен. И все это из-за отношений. Но когда у вас нет привязанности, вы свободны у вас. Откройте глаза и увидите, что все они присутствуют. Закрывайте глаза, их нет. Закрывайте глаза, их нет. И вы тоже делаете очень хорошо. Потому что вы знаете внутри. Он не мой сын, но не мой сын. Он не мой сын, но не мой сын. Это мой муж, но это не муж. Потому что он свободный. Как только, если у вас есть родственные, дети, то вы начинаете играть в игру. Когда вы играете в игру в Лилу, начинаются всякие болезни. Но ваша жена, когда она умер, как же умирает. Мать уходит. Нормально. Думаете, все. Какое большое событие. Какое большое событие. Как я говорю, этот мир как театр. Вы приходите в театр, и вы видите. Игру. Вот вы видите пьесу какую-то. Когда уходит кто-то из ваших близких, ваша драма, ваша пьеса заканчивается. Ваша игра заканчивается. У вас очень много ролей. Быть отцом, быть матерью, быть женой, быть ребенком, быть мужем. Кто-то играет роль начальника в офисе, кто-то верхние позиции занимает, кто-то нижние. Все это ваши роли. Если это наши роли, не стоит быть серьезным, серьезно относиться к этому. Реальность в том, что вы здесь, но вы не здесь. Вы заканчиваете, когда вы уходите, и заканчивается все это. Правильно, когда у вас есть свет. Заботьтесь о себе, о своем свете. Не теряйте его. Когда вы существуете, в бытии, умность. Все есть. Не нужно говорить все это, мое, 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 ничего не ваше. Размен haben. Забغ carte. Смотри. Когда он покинулся, когда он сказал, посмотрите на мои руки, они пусты, я за его весь мир, я король, но смотрите, руки у меня пусты, это самое большое послание. Как вы можете забрать на тот свет что-то с собой? Там нет никакой мощи, силы. У вас нет такой мощи, силы, чтобы забрать что-то с собой. Этот король, он не мог забрать весь завоеванный мир с собой. Понимаете это? Как только вы поймете, у вас не будет никаких привязанностей. Радуйтесь, наслаждайтесь всем, что есть. Чтобы вам удалось семью, дом, машину, всякое оборудование, но не привязывайтесь ни к чему, не говорите, это мое. И тогда вы будете наслаждаться. Мастер всегда говорит, наслаждайтесь, не относитесь к этому серьезно. Вы не говорите, это мое, это мое. То есть скажете, мое, все привязанность появилась. Как ваша девушка может быть вашей? Да, между вами есть любовь, это прекрасно. Но как только заканчивается любовь, ваш карма заканчивается. Можно понимать, что когда-нибудь это малое действие. Вот он не уходит, и ваша энергия возвращается к вам. Вы ее не тратите, и вы наслаждаетесь этим. Парень и девушка у вас есть, наслаждайтесь свободно. Но когда они уходят, ничего страшного. Вы остаетесь сам собой. Наслаждайтесь. Это фундаментальный инструмент. Мастер всегда напоминает. Не делайтесь. Наслаждайтесь, но это не ваше. Вот вы просите, дайте мне то, о существовании дай мне денег, детей и так далее. Но не забывайте наслаждаться всем этим. Как только появляется привязанность, заканчивается наслаждение, радость. Жадность, ревность, привязанность, вот это все заканчивается. Когда вы не привязаны. Когда все это заканчивается, вы начинаете привязываться к себе. Но это хорошо. Привязанность к другому, к вещам, вызывает у вас боль. Но когда вы привязаны к себе, это хорошо. Но когда ваша аллергия уходит к другому, это не очень хорошо. Нужно остановить этот поток. У вас получается обмен темнотой. Ваша темнота уходит к нему, а его темнота приходит к вам. И тогда реальность отсутствует. Нет солнца. И все время темнота, темнота. Вы забываете, что солнце существует. Потому что вы все время живете в темноте. И вам кажется, что солнца вообще не существует, оно никогда не появится. Допустим, поедете в Швецию. 6-8 месяцев там не бывает солнца. Никто не видит солнца. 6 месяцев не видно солнца. Может показать, что оно никогда не появится. Все время темно, темно, мрак. Так же и с человеком происходит. Вы можете забыть о том, что существует солнце. Но есть это, солнце есть. Только уберите эту темноту. Простая вещь. Этот процесс очень простой. Очистите свою бессознательность. Тогда придет сознательность. Все так просто. Будьте готовы. Будьте осознанны. Будьте осознанны. Очень важно быть независимым. Медитатором, ищущимым. Независимым от всех. От отца, матери, детей, жены и мужа. Вы свободны. Допустим, вы зависимы. Материально зависимы от своего мужа. Берете у него деньги. И он вам говорит, не трать туда, не трать сюда. Все. Здесь зависимость. А когда вы не привязаны, независимы, вы ни от кого не зависите. Отчасти с вашими чувствами. Посмотрите, что вы хотите. Пойдем с этим. Но если вы зависимы, то очень сложно. Вы должны того, слушать этого человека. То есть от человека, которого вы зависите, вы должны его слушаться. Вы даже не можете купить без его, без согласия другого человека, который вас обеспечивает. Ничего вы не сможете лишь купить. И вы должны смотреть, в хорошем ли он настроении, в плохом ли он настроении. Вы ждете, когда же он будет в хорошем настроении. Когда он будет в хорошем настроении, я подойду к нему и попрошу у него что-то. Тогда он, наверное, скажет, да, да, вот деньги тебе. Но если кто-то, если муж в плохом настроении, он начинает злиться. Вечно тебе нужны деньги. Вечно ты просишь деньги. Тому, кто зарабатывает деньги, очень сложно отдавать. Когда кто-то тратит твои деньги, очень сложно. У тебя мама, папа, его деньги очень хорошо. У тебя мужа, мужа, если они дают деньги, очень хорошо. Такова жизнь. Моя дочь приходила. Три-четыре года назад. Она приносила список, мне нужен лаптоп, мне нужно купить топ, пято-десятое. И вот целый список. Ну хорошо. А когда же твои желания? Потом я решил все это дело закончить. И сказал, иди и работай. И зарабатывай деньги. И зарабатывай деньги. Она это делала, зарабатывала деньги. И зарабатывала восемь тысячи рублей. И естественно, она уже так не тратила эти деньги. Если она что-то просила, говорит, у тебя же есть деньги, ты же зарабатываешь, покупай на свои деньги. Я говорю, нет. Зарабатывая восемь тысяч, она хотела покупать вещи за десять, двенадцать тысяч. И потом она поняла эту разницу, как тратить себе деньги. и заработанные деньги. И для нее, вообще для любого человека шок, тратить свои деньги и заработанные деньги. Как только вы получаете помощь от кого-то, у вас создается карма. Даже стакан воды вы не можете дать другому человеку. Все, это завязанная карма. Возможно, вы в прошлой жизни у кого-то что-то взяли. Но эта карма уже существует. И эту карму надо закончить. Выглядит так, что когда кто-то тебе что-то дает, это так прекрасно. Он мне дарит сари, браслеты, ожерелье, бриллианты. Но вы должны помнить, что вам придется отплатить. Вы обязательно должны отплатить. Даже если мать, отец вам что-то дает, вы должны обязательно это вернуть. Вы обязательно должны отплатить. Как только ребенку исполняется 21 год, родители должны прекратить обеспечивать его и отправить его. Иди, работай, заботись о себе. Зарабатывай деньги и приноси нам. Теперь ты должен заботиться о своих родителях. Не просите у родителей, я говорю каждому ребенку, не просите у родителей. Даже если они хотят вам дать, отказывайтесь, не верите. Вот вы 21 год меня обеспечивали, спасибо. А теперь я сам должен зарабатывать, сам тоже жить. Чем меньше вы получаете, тем меньше должна быть отплата. Чем больше, тем больше. То есть не создавайте большую карму. Чем меньше вы получаете, тем меньше ваша карма с этим человеком. Старайтесь брать как можно меньше и обязательно отдавать, возвращать. Не просите все время, как нищие. То есть вам приходится осознание того, что в течение 21 года ваш отец и ваша мать давали средства к существованию, и вы были в роли просящего, в роли нищего. А теперь, когда вы начали заработать, вам нужно все это возвращать родителям. Когда у вас, вы независимы финансово, нет никакой связки между вами, ничем не связаны, вы свободны. Но в то же время, если вы даете это с любовью, то это прекрасно. Все должно происходить с любовью. Вот сейчас вы имеете что-то, делитесь, делитесь с любовью. Не создавайте карму. Не создавайте карму. Мастер рассказывает, как создается карма. Принимайте, но не забывайте возвращать. Вы можете, иначе вы можете распространяться своей безопасностью, страданиями. Наблюдайте, смотрите, будьте осознаны, тогда ваша темнота будет уходить. Отрабатывайте старое, и как только отрабатывайте старое, но будет приходить что-то новое. Новая темнота будет приходить. Какой-то можно платить, по-моему, машина, по-моему, машина, по-моему, деньги. Считайте свои деньги. Можно рассказать о том, как тратить деньги. Если вы в состоянии платить, покупайте все, что вам угодно. Если нет, смотрите на свой счет, если у вас недостаточно денег, то вам не стоит покупать эту машину или какую-то вещь. То же самое с возвращением долга. Берите, если вы можете потом расплатиться, вернуть это, то, что вам дали. Эта драма случается очень часто, когда мы расплачиваемся, расплачиваемся. Создавайте энергию и делайте эту энергию все больше и больше. Расширяйте ее. Как только ваше пространство становится все больше и больше, темнота начинает исчезать и уходит. Заботитесь о своем пространстве. Не печальтесь, если кто-то уходит от вас, радуйтесь, когда кто-то приходит к вам. Слушай мастера. Следуй за мастером. Это очень трудно, потому что он не хочет позволить нам нам наслаждаться. Он очень плохо. Мы не можем наслаждаться. Нет, нет, я хочу вас наслаждаться. Поэтому я говорю. Мы действительно наслаждаемся. Если свет приходит, то счастье будет там. Но счастье нет. Только счастье и наслаждение. Наслаждение будет так много. Когда вы чистые очищены. Когда у вас много света, вы не наслаждаетесь. Вы становитесь очень экстремально много. И даже можете сказать, кратить достаточно. Это у вас слишком много. Радости и наслаждения слишком много. Да как тоже можете сказать. Но это возможно. Когда много радости и наслаждения. Один прекрасный день может сказать. Все хватит достаточно. Я больше не могу. Я хочу немножко забыть о свете. Я просто хочу отдыхать. Ничего не делать. Ничего не чувствовать. Когда у вас только наслаждение, это тоже сложно. Когда рядом с вами никого нет, нет ни наслаждения, ни печали. Но наступает благостное состояние. Вы закрываете глаза, нет темноты, несколько часов этого нет. Когда вы в наслаждении, два-три часа покажутся как одна минута. Потому что нет ни ума, ни мысли. Это божественное состояние. Когда вы в свете. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали это божественное состояние. Эта радость приходит без всяких причин, без всякого повода. Ни о чем не думаете, ни на кого не смотрите, ни кого не ищете. Тогда автоматически приходит радость, наслаждение. Останавливает радость всегда здесь. Остановите эту темноту, очистите ее. И автоматически вы становитесь осознанными. Каждый ваш шаг будет наслаждением. Когда вы в наслаждении, все прекрасно, все вокруг чудесно, удивительно. Таким образом. Итак, наше время закончилось. Следующие два дня не будет сатсанга, будут выходные. Отдыхайте. Отдыхайте. Опять осознанно. Релаксируйте. Едите туда, куда вы хотите. Здесь очень много пляжей. Можете поехать в Гоккарну. Но говорите о чем-то. Но прекратите создавать темноту. Говорите о божественных вещах вам. О хорошем. Жить в момент, быть осознанным. Очень скоро. Скажите «да» всему. Скажите «да» у меня есть все. Я полон всего. Я – это все. Все – это я. Все есть во мне. Продолжение следует. Продолжение следует...